В зале районной администрации состоялось рабочее совещание. С докладом об организации пассажирских перевозок на территории муниципального образования Северский район выступила начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы Ольга Журавель. Регулярные перевозки в районе осуществляют 6 организаций, 4 предприятия пассажирского транспорта и 2 индивидуальных предпринимателя. В районе открыт новый муниципальный пригородный маршрут номер 131, соединяющий селу Львовское с Кутраминого, Ивановский, Красный, Стефановский и Паронопокровский. Для комфортного проезда необходим ремонт песчаного гравийного покрытия полотна от села Львовского до Кутра-Стефановский. С 1 октября прошлого года в станице Северской запущено 3 новых городских муниципальных маршрута. На совещании рассмотрели готовность предприятия аграрно-промышленного комплекса к весенним полевым работам. Под урожай 2019 года посеяно свыше 17 гектаров озимых колоссовых культур. План сева яровых и пропашно-технических культур составляет свыше 22 тысяч гектаров. В конце встречи главы поселения рассказали о наведении санитарного порядка на своих территориях. Уважаемые жители, гости Северского района, руководители предприятий и организаций. 13 апреля 2019 года состоится Всекубанский субботник. Если вы любите свое поселение и болеете душой за его развитие и процветание, просим всех жителей принять активное участие в данном мероприятии по очищению от мусора и сорной растительности, прилегающей территории к вашему домовладению, а также скверов, площадей, парков, кладбищ. Сделаем вместе нашу жизнь чище, лучше и краше. Безопасность людей превыше всего. В Северском психоневрологическом интернате прошло совещание с краевыми специалистами по вопросам противопожарной безопасности в учреждениях социальной сферы. В актовом зале собрались руководители служб и ведомств района. Наглядная презентация и выступления экспертов только начало. Позже на территории интерната прошли масштабные учения. Меры безопасности в местах ежедневного скопления людей – серьезный вопрос, требующий планомерной и детальной проработки. В ходе открытой дискуссии собравшиеся смогли прояснить для себя все тонкости необходимых процедур, касающихся охраны здоровья и жизни посетителей учреждений социальной сферы. Центром занятости населения Северского района 12 апреля 2019 года с 10 до 12.00 в Доме культуры поселка Ильске будет проводиться ярмарка вакансий и учебных рабочих мест «Планета ресурсов». Работа для всех – от выпускников до пенсионеров. Многочисленная база вакансий по району, краю и России. Профессиональное тестирование для учащихся. Телефон для справок – 8 861 66 2 40 82. Наступила весна, сезон отдыха, прогулок и пикников. Но именно на природе и отдыхающих может подстерегать опасность клещи. Они могут не только испортить отдых, но и заразить инфекциями. В Северском районе наиболее распространена крымская геморрагическая лихорадка и инфекционный клещевой боррелиоз – болезнь лайма. На людей чаще всего клещи попадают на природе, дачных участках и при уходе за домашними животными. Жителям, собираясь на природу, нужно одеваться в максимально закрытую одежду. Она должна плотно прилегать к телу и закрывать открытые участки кожи. В первую очередь необходимо защищать ноги, поскольку клещи живут в траве. Головной убор также не будет лишним. Не следует пренебрегать профилактической обработке кожи и одежды спрейми отпугивающих паразитов. После прогулки на природе нужно тщательно проверять одежду и тело. В России пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf Ржавые корабли в пустыне близ города Муйнак – молчаливые свидетели высыхания Аральского моря. Когда-то город был важным портом. Сегодня его можно назвать жертвой экологической катастрофы, которая здесь произошла. С тех пор, как озеро стало высыхать, эту местность постоянно покидают люди. Это привело местную экономику в упадок. Теперь город находится в десятках километров от береговой линии. Здесь осталось всего несколько тысяч жителей. Мелеющий водоём также разрушил некогда процветавший здесь рыбный промысел. Ещё одна проблема – это оставшаяся почва. Она насыщена солями, а также пестицидами и другими ядохимикатами, которые приносили реки Сырдарья и Амударья. Ветер разносит химикаты, вызывая у местных жителей проблемы со здоровьем. Теперь власти Узбекистана решили запустить проект по высадке деревьев. На работы посылают в основном студентов. Один из ключевых вопросов – это предотвращение выноса солей, сосушенного на море и разных химикатов, которые там накопились. И одним из средств борьбы с этим являются лесопосадки и закрепление песков, которые на дне моря существуют. В последнее время деревья стали высаживать быстрее. Более 500 тонн семян было собрано в декабре-январе месяце. И с помощью этих семян уже на сегодняшнее время, вот к середине марта, засеяно более 500 тысяч. То есть если раньше мы делали 5-10 тысяч гектаров, то здесь только за три месяца было, так сказать, засеяно 500 тысяч. И до конца этого года мы планируем эти работы продолжить осенью, в осеннее время. Значит, планируется в этом году покрыть площадь около миллиона гектаров. Аральское море когда-то считалось четвёртым по площади бесточным озером в мире. Однако за последние десятилетия оно высохло на 90%. Произошло это в основном из-за того, что реки, которые его питали, в советское время пустили по другим руслам, чтобы развивать хлопковое производство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова